всем приветики вот мой микрофон он уже собранный подключенным я его так когда не используют врачу в бок то есть удобно когда надо ты повернул сюда и сидишь по ну говоришь него я тут получается сижу он прямо перед микрофоном и говорю у него то есть вот он спонастойщик вот микрофончик с фильтром подключен к фантомного питания фатомное питание средства компьютера вот ну и собственно распаковку и сборку установку подключения вы уже видели а сейчас можно сделать тест звука чтобы вы имели представление как он звучит вообще чисто все ну если системы слушатели через программу с обработкой ну с удалением шума без шума ну в общем сейчас я это все покажу перед тем как вы услышите основную запись с этого микрофона я хотел бы сделать небольшую вставочку дело в том что там дальше в записи иногда будет слышно как будто бы эхо на самом деле микрофон пишет без эхо эхо получалось из-за того что я включил в наушниках прослушивание себя для того чтобы понимать как будет это все звучать на записи чтобы понимать то как вы меня слышите и микрофон это улавливал этот звук из наушников которые я слышал и получалось как будто бы двойной звук тот который я говорю микрофон этот который этот наушники на самом деле микрофон пишет без эхо но это тоже минус как бы этому микрофону то что он улавливает и то что в наушниках то есть если вы какие-то будете говорить микрофон допустим на стриме и у вас на наушниках будет что-то играть какие-то звуки там микрофон это может улавливать будет получаться как будто бы эхо то есть вам нужно сидеть не вплотную вот так я сейчас сижу к микрофону а чуть подальше но тогда и звук соответственно будет потише а в данный момент микрофон подключен компьютеру через фантомное питание и с подавлением шума через программу abs то есть это не чистый звук чистый звук но вы услышите далее всем привет вы в данный момент меня слышите с микрофона бм 800 который подключен компьютеру через фантомное питание потому что без фантомного питания его даже нет смысла подключать ну то есть он рассчитан на работу с фантомным питанием в данный момент стоит уровень 100 процентов и усиление микрофона плюс 10 можно сделать больше но тогда будут и шум и соответственно тоже больше раз раз то есть таким вот образом но это самый оптимальный вариант плюс у меня стоит студийная запись изначально по умолчанию она была 44 но я поставил 192 ну вроде как получше стало вот ну покачественнее как бы если убрать и включить через программу abs то сейчас вы это услышите через программу abs это звучит вот так то есть вы уже не слышите шумов вы не слышите ничего лишнего только мой голос и это делается ну как бы с помощью всяких фильтров если фильтра отключить к примеру сейчас я покажу как это звучит то есть вот так звучит микрофон если добавить шумоподавление просто то уже будет звучать вот так это ограничение то есть какой какой порог звука она будет ловить и как скоро будет отсекать его то есть какие-то мелкие такие звуки короткие она не будет ловить поэтому это включается усиление у меня на минус стоит хотя здесь можно сделать усиление на плюс например то есть можно сделать даже громче но я делаю тише потому что включается компрессор и он уже делает громче вот ну а дальше дальше лимитер чтобы она не заскакивала за полосу вот но это не нужно это я уже так на стрекал но можно еще и expander тогда будет громче например вот почему-то она зашкаливает хотя не должно но мне кажется это уже лишнего так в принципе нормально вот вот таким вот образом работает это я сейчас на говорю прямо самый микрофон почти что хотя нет а вот сейчас самый микрофон если если я даже буду говорить что вы там вы будете меня прекрасно слышать но если я начну отодвигаться то есть вот потихонечку я буду отодвигаться и вы постепенно будете слышать меня тише то есть чем я дальше тем соответственно вы тише меня слышите я примерно сейчас вот на расстоянии 20 сантиметров от микрофона от самого от фильтра поменьше конечно сейчас уже на расстоянии наверно 30 сантиметров так сейчас еще дальше ну в принципе где там так сейчас вот я сейчас на расстоянии ну примерно от локоть от микрофона до рта ну локоть получается от локтя до ладони вот такое расстояние вот в принципе слышно но тиховато лучше всего конечно же слышно когда ты говоришь самый микрофон это самый лучший звук получается самый качественный самый качественный качественный звук получается вот поэтому как-то так но у этого микрофона есть минус то есть я сейчас говорю в ту сторону в которую и надо говорить но он еще ловит звук прекрасно и с другой стороны хотя не должен то есть вот например я сейчас щелкну пальцами с обратной стороны микрофона вы это прекрасно слышали то есть оно не имеет разницы и именно это мне в нем не нравится потому что я думал что он пишет только с одной стороны но он пишет с двух сторон то есть получается что это плохо он будет слышать лишние шумы которые идут с другой стороны и мне порекомендовал продавец другой продавец взять bm 1000 он типа более направленный и ловит звук только типа с одной стороны вот сейчас покажу как это это то есть прокурор практически одинаково слышно везде практически одинаково и это плохо то есть если я вот начну вы это будете прекрасно слышать микрофон это ловит с другой стороны я даже могу сказать с другой стороны сейчас я в общем как это работает я говорю с одной стороны она меня прекрасно слышит вот я говорю с другой стороны и она меня тоже прекрасно слышит таким образом с какой бы стороны я не говорил вы меня будете прекрасно слышать и это плохо причем с этой стороны звук получается более такой звонкий то есть приобладают с этой стороны в нем верхние частоты такие как Ну, голос такой, более такой звонкий А с этой стороны Преобладают более низкие частоты То есть, когда вы говорите в обратную сторону У вас более голосовитый голос становится Но менее такой, как бы Ну, чуть-чуть приглушенный То есть, потому что микрофон направлен Именно сюда Здесь у него, как бы, такая вот штучка Кругленькая, которая смотрит именно сюда Но с обратной стороны он тоже ловит И это плохо Поэтому мне в этом плане не нравится То есть, для записи видео Нормально, то есть, я вот могу Сесть, не нажимать клавиши Просто говорить, допустим Вот как сейчас Но для каких-нибудь трансляций Когда ты играешь в игры И постоянно на клавиатуре, там на мышке Вот типа Там что-нибудь делаешь, нажимаешь Какой-нибудь Dota, Dota, KS Это будет жестко Это реально будет жестко Поэтому Ну, как бы Либо ставить чувствительность поменьше То есть Чтобы он меньше Слышал И тогда говорить сам микрофон Но для меня это тоже неудобно То есть, чтобы микрофон постоянно перед лицом был Проще с наушниками Как бы ты не сидел Микрофон Ну, то есть, во время трансляции Как бы ты не сидел Микрофон с наушников всегда с тобой А здесь ты именно должен сидеть перед микрофоном То есть, ты не можешь развалиться как-то Как тебе удобно И это минус Но если он был бы направленный Именно направленный на меня Я бы мог поставить чувствительность побольше И сесть подальше И тогда он бы ловил только меня А так он еще ловит Получается и посторонние звуки То есть, он Не однонаправленный Как заявлено Он Можно сказать Двунаправленный То есть, он ловит спереди и сзади То есть, поэтому Это не очень Такие вот дела Мне это не нравится Поэтому попробую со временем купить БМ-1000 Это такой Прямоугольный микрофон Такой И в нем Рисунок Типа такой стрелой идет И как бы Там более такой захват Более Такой как надо Мне кажется Получается Вот Диаграмма микрофона И в данный момент Он стоит вот так То есть Именно вот Он сейчас вот так стоит То есть Он должен ловить только За момент Он стоит вот так То есть Его Эта штучка Направлена вот сюда Примерно Ну вот так вот И Но на самом деле Он ловит еще и с другой стороны То есть Хоть на микрофоне И нарисована диаграмма Которая показывает Что он ловит Именно спереди На самом деле Он ловит с двух сторон А в BM1000 Там диаграмма Именно стрелой идет Такой И там сам продавец Сказал Что он действительно Однонаправленный А в этом микрофоне Продавец сказал Это просто рекомендация Того Как типа Звук Лучше записывать Но не того Как он ловит Ну типа В общем Нет Звук я согласен Нормальный Качественный И микрофон Сам по себе Более нормальный Качественный Но Он не однонаправленный Он Двунаправленный Вот Ну в принципе Вот так вот звучит микрофон Это уже с обработкой Без обработки Вы слышали С фантомным питанием Его нужно именно Обязательно подключать Потому что он рассчитан На фантомное питание Тогда усиливается звук Уменьшаются шумы А без фантомного питания Если вы хотите его взять Без фантомного питания То лучше не брать Лучше взять Какой-то другой микрофон Который и не требует Фантомного питания Вот А если это требует Микрофон Фантомного питания То лучше ему его дать Соответственно Если берете То берите комплект Микрофон И фантомное питание Вот Как-то так На этом все Всем Покедава